День Победы. Запуск обновленной Тихорецкой. Новые договоренности на международном уровне и планы на лето. Это программа «Акценты». Здравствуйте. О том, чем стал для отрасли и компании прошедший месяц, обсуждали на общесетевом селекторном совещании РЖД. Большая ежемесячная встреча главы компании Олега Белозерова с топ-менеджерами холдинга и начальниками железных дорог состоялась 5 мая. Вот что попало в спектр внимания. В самые сложные периоды истории железнодорожники всегда являются надежной опорой Родины. Вместе со страной железнодорожники отмечают День Победы и чествуют ветеранов. Нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны. Проекты из категории прорывных компания не только реализует, но и перевыполняет планы по инфраструктурному развитию. Направление имеет огромное значение для национальной экономики страны и создания транспортно-логистических коридоров. Обновленная Тихорецкая. Окончен проект по развитию инфраструктуры в Краснодарском крае. Поезда в адрес Азово-Черноморских портов теперь идут без задержек. Для российского логистического рынка хороший момент для входа на новые сервисы. Из состояния турбулентности в траекторию роста участники транспортного рынка обсудили возможности нового времени. Пассажирские перевозки – наше лицо. И в этом году у нас опять есть хорошая возможность показать, насколько мы изменились. Впереди сезон отпусков. Компания готовится обеспечить возросший спрос на перевозки к Черноморскому побережью и городам Юга России. Общесетевое селекторное совещание РЖД в мае традиционно проходит в преддверии Дня Победы. И это всегда задает встречу праздничное настроение. Слова приветствия и добрые пожелания в адрес ветеранов и работников звучат от первых лиц компании. Мы всегда будем помнить о неоценимом вкладе железнодорожников в победу. Постоянно рискуя жизнью, они снабжали фронт всем необходимым. Перевозили на восток целые предприятия. Отправляли в эвакуацию женщин и детей. Восстанавливали разрушенную инфраструктуру. В самые сложные периоды истории железнодорожники всегда являются надежной опорой Родины. Долг нашего поколения достойно продолжать традиции победителей. Поздравляю всех с праздником Победы! Дорогие ветераны, вы подарили нам нашу жизнь и нашу страну. Мы благодарны вам за ваше мужество и героизм в военные годы. Благодарны за упорную работу по восстановлению страны после окончания войны. Благодарны за помощь в воспитании подрастающего поколения в наши дни. Низкий вам поклон! Железнодорожники внесли огромный вклад в Победу, проявляя мужество и героизм при перевозке грузов и личного состава для нуж фронта. От лица Центрального совета ветеранов войны и труда сердечно поздравляю вас в вашем лице всех железнодорожников и их семьи с Днем Победы! Желаю всем мира, добра, благополучия! Теперь к ключевым темам прошедшего месяца. 4 апреля президент России Владимир Путин провел заседание Президиума Госсовета. На повестке оказались вопросы развития промышленности в условиях санкционного давления. Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на все введенные ограничения, цитирую, Россия смогла добиться устойчивой экономической ситуации. Все мы понимаем, санкции, конечно, надолго. Поэтому, наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов, здесь нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны. В обсуждении всех ключевых вопросов страны Владимир Путин неизменно затрагивает аспекты развития железнодорожного транспорта. Это подчеркивает и тот факт, что само заседание этого Президиума Госсовета состоялось на площадке Тульского завода железнодорожного машиностроения. Здесь не пускают технику и оборудование для РЖД. Президент осмотрел основные производственные цеха, уложил Дормаша и познакомился с образцами новой путевой техники. Строительство, обновление и содержание путей железнодорожных имеет, конечно, стратегическое значение для экономики стороны. Проекты по этому направлению президент относит к категории прорывных. А потому на селекторном совещании глава компании Олег Белозеров поручил топ-менеджерам не сбавлять набранных темпов развития. Сегодня мне особенно приятно отметить, что компания в год 20-летия не только выполняет плановые показатели по всем инфраструктурным проектам, но и уверенно их перевыполняет. По итогам работы за 4 месяца показаны достойные результаты. Прошу не только не сбавлять набранный темп перевыполнения, но и наращивать их. В апреле темы промышленного суверенитета и транспортной инфраструктуры обсуждались и на уровне правительства России. В эти дни Кабмин завершает работу над концепцией технологического развития страны на период до 2030 года. Документ объединит мегапроекты, которые смогут обеспечить импортозамещение и рост критически важных для страны технологий. Для железнодорожников это работа по развитию инфраструктуры Восточного полигона, строительство высокоскоростной магистрали Москва-Петербург, развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов, запуск скоростного движения Центр-Юг, а также эксплуатация и строительство железнодорожной инфраструктуры в крупных городах. Особенное внимание в наших предложениях уделено необходимости дальнейшего увеличения инвестиционной программы, которая является программой развития не только УАО «РЖД», но и более 20 отраслей промышленности. Инфраструктура должна не только соответствовать текущему объему перевозок, но и иметь резерв провозной способности по основным направлениям на уровне не менее 15%. И вот уже в апреле компания завершила крупный инфраструктурный проект для увеличения объемов перевозок в адрес Созова-Черноморского бассейна и транспортного коридора Север-Юг. Полноценную работу начала обновленная станция Тихорецкая. Она находится на пересечении двух важных артерий Волгоград-Краснодар и Ростов-на-Дону-Минеральные воды. Транспортный узел в режиме телемоста открыли министр транспорта России Виталий Савельев и глава РЖД Олег Белозеров. Сергей Максимов продолжит. На Тихорецкой сегодня, как в известной песне из советского кинофильма, вагончик тронулся и состав отправился в путь. Раньше он был один, как грузовой, так и пассажирский. А потому поезда здесь простаивали в ожидании очереди. Теперь же они не мешают друг другу. Пересекающиеся на станции линии развели. Уголь и нефтепродукты в адрес портов отныне идут в обход. Раньше время ожидания отправления в сторону портов Новороссийска, Кавказа, составляло 4,5 часов. Мы только станцию Тихорецкая проезжали. И потом следовали далее до портов. Бывало, что и не доезжали. То теперь будет организован безостановочный пропуск поездов мимо станции Тихорецкая. То есть никому не будет мешать, ни по сырыским поездам, ни кому. Они будут безостановочно проследовать. Станция Тихорецкая, основанная почти 150 лет назад, сегодня переживает новое рождение. Ее масштабная реконструкция – одно из важнейших мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. «Направление имеет огромное значение для национальной экономики страны и создания транспортно-логистических коридоров. Станция Тихорецкая позволит кратно увеличить интенсивность доставки грузов в морские порты Тамани и Новороссийска. Исчезло еще одно, так называемое узкое горлышко, которое мешало наращивать поток грузов. Появилась современная станция с высокой пропускной способностью». Работы здесь шли, что называется, под колесом, без остановки движения. Строители уложили почти 27 километров пути, 110 стрелочных переводов, смонтировали 62 километра контактной сети и возвели новый железнодорожный путепровод. Завершение реконструкции позволит увеличить пропускную способность станции более чем на четверть. Теперь она может дополнительно перерабатывать около 8 миллионов тонн груза в год. С завершением реконструкции появилась возможность гибкого управления поездопотоками и их оперативного перераспределения по четырем направлениям. Центр, Азово-Черноморский бассейн, Урал и Сибирь, а также коридор Север-Юг. Внедрена новая цифровая система станционного управления. Назову только одну цифру. На новую систему фактически в режиме одного окна переключено 224 стрелочных перевода, что практически в 10 раз превышает привычную практику. Работы в таком масштабе ранее не выполнялись. Новая микропроцессорная система полностью российского производства. В ней продумано все до мелочей. В случае выхода из строя одного из элементов, его функцию на себя берет резервный. Для работы на передовом оборудовании персонал прошел обучение и сдал экзамены. Чтобы обслуживать электрическую централизацию на данном посту управления, раньше требовалось порядка 14 человек. Сегодня их количество может быть всего 4-5. Раньше системы электрической централизации были построены на релейном интерфейсе. Это требовало постоянного технического обслуживания и контроля. У нас на аналогичном посту УЦ с другим оборудованием, которое было раньше, требовалось даже круглосуточное дежурство. На сегодняшний день у нас оборудование полностью микропроцессорное. Это значительно повышает надежность и скорость принятия решений для того, чтобы мы обеспечивали беспрепятственный пропуск поездов по нашей инфраструктуре как для пассажирских, так и для грузовых поездов. Масштабная реконструкция Тихорецкой завершилась досрочно. Проект по развитию станции стал еще одной значимой страницей в летописи рекордов РЖД. И будет их еще немало. В год 20-летия компания взяла курс на ускорение работ по всем объектам инфраструктурного строительства. Сергей Максимов, Ринал Лутфулин и Александр Серцев. РЖД ТВ. Краснодарский край. Апрель ознаменовался и рядом международных встреч. В конце месяца в Пекине Олег Белозеров провел переговоры с председателем Совета директоров китайских железных дорог Лю Чжэньфана. В прошлом году в сообщении с КНР наша страна достигла рекордного объема перевозок. Через погранпереходы и морские порты отправлено свыше 120 миллионов тонн грузов. Это почти на треть больше 2021-го. А за первый квартал нынешнего года рост еще более существенный. Сразу на 76% к аналогичному периоду 2022-го. При этом возможности погранпереходов не исчерпаны. Для реализации потенциала стороны договорились принять ряд мер. Например, активнее использовать на приграничных станциях технологию, когда экспортные грузы из контейнеров перегружаются в порожние вагоны другой стороны. Планируется усовершенствовать перевозки неопасных наливных грузов в контейнерах типа «Флекситанк», насыпных грузов в «Опентопах», а также продукции агропромышленного комплекса в рефрижераторных контейнерах. Продолжится и работа по развитию электронного обмена данными, чтобы оформлять грузы под безбумажные технологии. Задача в течение текущего года найти с китайскими коллегами решение по вводу всех имеющихся резервов в работу. Поэтому важно поддерживать ежедневное взаимодействие с партнерами из КНР на всех уровнях. А с председателем азербайджанских железных дорог Равшаном Рустамовым Олег Белозеров обсуждал развитие перевозок по западному маршруту Международного транспортного коридора «Север-Юг». В первом квартале по этой ветке отправлено почти в два раза больше грузов, чем за аналогичный период прошлого года. Рост по контейнерам еще более существенный сразу в пять раз. Для пропуска растущих объемов требуется увеличить мощности железнодорожного пункта пропуска между российской станцией «Самур» и азербайджанской «Ялома». При этом работы по реконструкции сторонам необходимо синхронизировать. И это не только Россия и Азербайджану, но и всем участникам транспортной цепочки. Важно согласовать параметры пропускных способностей в части веса и длины поездов, а также активнее использовать возможности электронного документа оборота. Прошу коммерческий блок во взаимодействии с партнерами поддерживать динамику роста по всем маршрутам коридора «Север-Юг». А Международный блок оперативно решать текущие вопросы с железнодорожными администрациями. Развитие погранпереходов, цифровых сервисов, строительство инфраструктуры транспортных коридоров. Все эти темы обсуждались в апреле в Москве в рамках выставки и конференции «Трансроссия». Свои услуги и возможности на площадке презентовали почти полтысячи компаний. Лидеров российского и зарубежного транспортного рынка. А топ-менеджеры РЖД оказались в числе самых активных участников дискуссионной программы. О ключевых темах и трендах Жанна Мясникова. Год назад здесь, на «Трансроссии» представители рынка обсуждали, как выжить в условиях нового времени. Многие компании оказались под санкциями, лишились части подвижного состава, не могли провести платежи в привычных валютах. Для них закрывались европейские порты, возникали сложности с фрахтом судов и страховкой грузов. Проблем было много, но их решение открыло и много возможностей. Теперь на этой площадке вновь говорят о развитии, а на повестке дня – поиск новых партнеров и выход на новые рынки. О спросе на транспортную услугу особенно красновечиво говорят цифры. За прошлый год по железной дороге в международном сообщении отправили 537 миллионов тонн грузов. Меньше, конечно, чем в 2021-м, но объем, тем не менее, существенный. При этом маршруты изменились кардинально. Наши грузовладельцы, грузоотправители абсолютно переориентировали все свои направления, свои контракты, они это сделали. И у нас начался уже учет, в том числе по перевозкам с дружественными странами. За прошлый год они выросли на 23%. А если говорить о первом квартале текущего года, то эта цифра возросла на 66%. Вот такая динамика. Это новые маршруты перевозок, это новые контракты. Для дальнейшего наращивания перевозок с соседями РЖД сегодня активно развивают международные транспортные коридоры. Это один из государственных приоритетов. При этом тренд на цифровизацию сохранился, несмотря на всю турбулентность IT-комплекса. Появились решения, которые позволяют полностью перейти на электронный документооборот с Китаем при оформлении грузов. Быстрее загружать и проверять документы, а также контролировать и соблюдать сроки таможенного транзита. Тем самым при поступлении документов на пограничный пост на российской стороне мы сократили задержку поездов. И в данный момент обработка транзитного поезда, контейнерного поезда составляет порядка четырех часов. У РЖД с Феско есть другой пример. Перевод в цифру товарно-транспортной накладной. Электронный документ позволил сократить сроки перевозки с 90 до 10 дней. А одна из последних разработок холдинга – проект по мультимодальным грузовым отправкам «Автомобиль-железная дорога» с единым электронным документооборотом. При увеличении количества участников, при подключении других модальностей, других видов транспорта, собственно говоря, с любой стороны можно будет зайти и оформить ту цепочку, которая вам нужна. Вслед за изменившимися рынками сбыта и запросами клиентов активно идут и крупные логистические операторы. Вызовы прошлого года, уход зарубежных игроков заставили их сконцентрироваться на ряде новых направлений, например, войти в сегмент морских перевозок. И при этом получилось продемонстрировать исключительный рост по всем направлениям деятельности. Мы раньше не заходили и не предполагали, что туда можно зайти. Боялись больших компаний, боялись какой-то жесткой конкуренции с крупными перевозчиками и с крупными операторами. Она сейчас остается, но, тем не менее, я считаю, что для российского логистического рынка хороший момент для входа на новые сервисы. Завершить сложный 2022-й многим компаниям удалось с показателями, превышающими успешный 2021-й, хотя достичь результата оказалось намного сложнее. ОТЛК «Эра» рассказала об опыте работы с новыми клиентами и расчетах в новых видах валют. В 2022 году существенным образом у нас увеличилась доля расчетов и в российских рублях, и в китайской национальной валюте. В казахстанских тенге это уже у нас, можно сказать, один из традиционных видов расчетов. В общем, есть изменения. И здорово, что эти изменения происходят все-таки в кооперации, в партнерстве с нашими коллегами. «Идеальный шторм» – так охарактеризовали ситуацию прошлого года крупнейшие игроки транспортного рынка. Состояние турбулентности, которое каждого подтолкнуло к реализации новых возможностей. И тем не менее, это пока очевидно лишь начальная точка нового времени. Рынок постепенно возвращается к коммерческому руслу. Уходят искусственные ограничения, ослабевают механизмы господдержки. Ставки на услуги берут тенденцию к снижению. Впереди, кажется, много интересного. В апреле глава РЖД провел рабочую встречу с депутатами «Единой России». Олег Белозеров рассказал о положении дел в холдинге и результатах, чего удалось добиться с начала года. Этот год, первый квартал, абсолютно уникальный. Мы в прошлом году побили абсолютный рекорд по приведенной работе. Что такое приведенная работа? Это когда складывается грузооборот и пассажирооборот вместе. Соответственно, в прошлом году рекорд. То есть мы приросли по этой цифре. Для сравнения, на четверть приросли к периоду самого высокого советского периода. В этом году показатели выше почти на 3%. То есть мы работаем с запредельными показателями на сегодняшний момент. Олег Белозеров напомнил, что в этом году РЖД реализует беспрецедентную по масштабам инвестпрограмму. Она составит 1 триллион 74 миллиарда рублей. Это покупка подвижного состава и строительство инфраструктуры. Сеть должна прирасти почти на тысячу километров пути. Деньги нашей инвестиционной программы, они не остаются в РЖД, они уходят машиностроителям, они уходят производителям песка, щебня, строителям. То есть практически вся цепочка – это поддержание через инвестпрограмму РЖД. Железнодорожники и депутаты обсудили широкий круг вопросов. Их передали через своих представителей – жители регионов. Особенный интерес в свете приближающегося сезона отпусков вызвали пассажирские перевозки. Депутаты высоко оценили уровень цифровизации услуг РЖД. Купить и совершить поездку по электронному билету просто, даже с учетом определенных федеральных льгот. При этом на встрече договорились законодательно утвердить механизм для оформления льготных билетов на поезда и для региональных льготников. О подготовке к предстоящему периоду летних перевозок на селекторном совещании говорили подробно. Объем задач, как всегда, масштабный. Замглавы РЖД Дмитрий Пегов озвучил основные цифры. В сообщении с курортами Черноморского побережья и Кавказских минеральных вод РЖД предоставят 13,5 миллионов мест. На четверть больше, чем в прошлом году. Желающим отправиться в Крым будет доступно не менее трех миллионов мест. И это на 36% больше 2022-го. Количество заявок на организованные детские перевозки в этом году также существенно выросло. В полтора раза. В направлении Черноморского побережья будет перевезено 620 тысяч детей. В Крым более 100 тысяч. При этом РЖД продолжит работу по развитию инфраструктуры и обновлению подвижного состава. Многое уже сделано. В этом году будет поставлено 13 электропоездов «Ласточка», 42 электропоезда серии «П», 2Д и 3Д. Новый подвижной состав планируется запустить на территории 20 субъектов Российской Федерации. С начала года открыли три транспортно-пересадочных узла в Московском регионе. Открыли после реконструкции новый терминал вокзала «Иркутск-Пассажирский». Начало года открыли бизнес-зал нового формата на вокзале Ростов-Главный, зал «Комфорт» на Биржах-Челнах, а в бизнес-зале на Московском вокзале Санкт-Петербурга открылось дополнительное пространство. На вокзале в Астрахани, Балакова, в Аткарске открыли обновленные комнаты длительного отдыха. Традиционно большое внимание будет внутреннему туризму. Это один из приоритетов компании. В летние месяцы запланировано 22 полномасштабных проекта. Из них 4 новых. На селекторном совещании Олег Белозеров поставил задачу обеспечить исключительное качество всех пассажирских перевозок. Пассажирские перевозки – наше лицо. И в этом году у нас опять есть хорошая возможность показать, насколько мы изменились. Мы должны меняться регулярно. Изменения позитивные зимний, летний сезон. Сейчас то, что еще необходимо доделать, обязательно должно быть сделано. Но прошу на это обратить особое внимание. Еще один важный акцент селекторного совещания пришелся на обеспечение безопасности. В первые дни мая несанкционированное вмешательство в железнодорожную инфраструктуру в Брянской области привело к серьезным транспортным происшествиям. Сельцев сошли локомотивы и грузовые вагоны. Тяжелейшие восстановительные мероприятия работники компании смогли завершить в кратчайшие сроки. Глава РЖД поблагодарил железнодорожников за профессиональную и оперативную работу и призвал при этом проявлять к безопасности повышенное внимание. В сложившихся обстоятельствах бдительность является первостепенной необходимостью. Локомотивным и поездным бригадам всему линейному персоналу требуется незамедлительно оповещать дежурных по станциям, поездных диспетчеров обо всех подозрительных лицах, предметах и транспортных средствах, находящихся в полосе отвода железных дорог. Пристальное внимание необходимо уделить целостности инфраструктурных объектов. Сотрудников должно настораживать малейшее отклонение от привычного эксплуатационного содержания. И в заключение вновь о победителях трудовых. В апреле РЖД подвели итоги производственного соревнования за первый квартал. Лучшими признаны 210 коллективов. Первое место в этот раз разделили сразу две магистрали. Юго-Восточная и Южно-Уральская. Они набрали одинаковое максимальное количество баллов в рейтинге. Второе место заняла Северная дорога, третье — Московская. Мы поздравляем коллективы с заслуженной победой, а я на этом прощаюсь. Ровно через месяц вновь подведем итоги, сделаем выводы, поймем перспективы и расставим акценты. Всего доброго и удачи!